МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Неклюдово и поселок Неклюдовский стоят на границе Индинского и Базарно-Сазганского районов. Их история настолько переплетена, что жители других деревень даже иногда путают их между собой. И для простоты обозначения Неклюдовские часто называют просто спиртзавод по главному предприятию всей округи. Старшим из этих деревень является село Неклюдово, основанное еще в 18 веке. В центре села находится Рождественская церковь, построенная в 19 веке. Причем в каком именно году, до конца непонятно. Одни источники говорят, что ее возвели в 1800 году. Другие, в частности местные криведы, сообщают, что каменную церковь на месте сгоревшей деревянной возвели в 1880. И если эта дата верна, то на следующий год храму должно исполниться 140 лет. Однако прослужил он чуть больше полувека. В 1932 году храм закрыли, а священника арестовали. После чего здание сначала просто пустовало, а потом использовалось как склад. Но в конце 80-х и склад в ней не стало. Зато там начала собираться молодежь, которая оставила после себя на стенах надписи в стиле «Здесь был Ватя». Чтобы сохранить церковь, местные жители несколько лет назад закрыли в ней дверь и заварили решетками окна. Так что пробраться туда теперь непросто, лишь через дыру в одной из решеток. Но нам это удалось. Внутрь мы забрались не просто так, а чтобы воочию увидеть фрески, сохранившиеся на стенах и своде храма. Это святые, ангелы, небесный клир. Какие-то изображения закопчены и еле проступают. А какие-то выглядят так, будто вчера нарисованы. Этим фрескам почти 140 лет. Далеко не во всех заброшенных храмах они сохранились. А вот в Рождественской церкви в Неклюдове повезло. Они есть и святые до сих пор смотрят на нас. Еще одной особенностью Рождественской церкви до недавнего времени было то, что на ней сохранились все пять куполов. Однако в прошлом году храм не выдержал напора стихии, и центральная маковка рухнула. Вот очень юно. Ветер туда был пристрашенный. Ну, типа как ураган. И старшила. Одно на проволоке задержался, а то бы он на землю упал. Упав, купол пробил крышу и застрял в листах железа. Местные жители говорят, что было бы неплохо пригнать сюда кран и либо снять купол совсем, либо водрузить назад. Все-таки это как-никак памятник истории культуры. А вот главная достопримечательность поселка Неклюдовский, которую тоже видно издалека, официально памятником не является. Это здание ректификационной колонны, главная конструкция местного спиртзавода. И хоть на здании красуется цифра 1958, в реальности в этом году завод мог отмечать 105-летие. В 1914 году местный лесопромышленный Карпов, владелец лесопилки, на которой трудились рабочие из Неклюдова, решил открыть еще и винный завод. Завод работает сначала сезонно, потому что перерабатывается картофель, свекла. Начинают люди, начинают работать на винном заводе и появляются первые дома, первые жители. Правда, вскоре завод был национализирован большевиками. В советское время он только ширился и рос. Благодаря чему поселок Неклюдовский стал даже больше, чем село Неклюдово. Здесь крутились люди со всех окрестных сел, и даже из рабочего поселка Глотовка. При заводе был собственный совхоз. Завод пережил войну, перестройку с ее сухим законом, вместо спирта пару лет делали дрожжи. И даже лихорадку 90-х преодолел. Но в 2012 году довольно неожиданно закрылся. Сотрудники завода, работавшие на нем до самого конца, вспоминают, что для них это было шоком. Предприятию только подвели газ. Местные говорят, что заводу не продлили лицензию. Нам бы, конечно, хотелось заглянуть внутрь предприятия, и особенно в башню ректификационной колонны. Но, увы, попасть туда нельзя. Завод находится в арбитражном управлении. Ворота на замке, а представитель управляющего пускать внутрь нас отказался. Лезть самовольно, значит, нарушать закон. Но, судя по всему, для кого-то доступ все-таки есть. Об этом говорят груда металлолома и куча кирпичей, которые видно даже снаружи. Конечно, не хотелось бы, чтобы завод был разобран и уничтожен, как многие другие предприятия. На наш взгляд, он достоин быть хотя бы туристическим объектом. Может быть, еще можно успеть сделать из него музей-спиртзавод? Субтитры создавал DimaTorzok